Цель всё-таки в другом, она предельно хозяйственная. Мне просто очень хотелось посмотреть, в каком состоянии у нас находится Орлёнок. У нас, как вы знаете, таких учреждений два в России осталось, Орлёнок и Океан под Владивостоком. Я согласен с коллегами, которые считают, что рассматривать эти два учреждения нужно, конечно, обязательно вместе, в комплексе. Здесь у вас есть, как мне сказали, площадь слёз, да? Дети плачут, когда уезжают. Мне захотелось заплакать, когда приехал, потому что человек ко всему привыкает. Я думаю, что и вы привыкли к тем условиям, в которых работаете, живёте. За последние полтора-два года кое-что сделано было. Но с 1986 года практически всё было брошено. Это, конечно, печальный факт. Но кое-что есть, где можно и жить, и нормально спортом заниматься, и учиться. Но в целом, куда ни посмотришь, даже не знаю, можно ли реконструировать. Ну, вот здесь подсказывают, что можно. Специалисты, конечно, должны сказать, можно ли реконструировать, и сколько это будет стоить. В любом случае, мы вот говорили с министром, говорили с директором, в любом случае, это нужно будет делать по единому плану восстановления и развития Орлёнка. Ну, и океана, я думаю, нужно делать планы и того, и другого, потому что ездить с Дальнего Востока сюда детей возить слишком дорого будет. Самое главное – сделать сейчас этот генеральный план развития. И в рамках этого генерального плана будем привлекать средства и частично бюджетные, частично внебюджетные. Я уверен, что мы эти средства найдём. Нужно только понять, что и в какие сроки мы должны сделать. Изменению, на мой взгляд, подлежит очень многое. И по серьёзному реконструкции, либо сноса строительства новых сооружений. И, насколько я смог заметить, необходимо очень серьёзно подойти к развитию инфраструктуры. Вот эти трубы, которые я видел на поверхности, дороги, мало чем отличающиеся от российских в целом, и очень многое другое. Во всяком случае, мне кажется, что у руководства министерства и самого Орлёнка такое желание есть. Готовьте. Я тогда прошу министерства подготовить соответствующие предложения. Думаю, что не так дорого будет стоить довести до конца подготовку генерального плана развития Орлёнка. Если у вас с этим проблемы, расскажите, точно поможем, сделаем это. И наметим конкретные сроки и объёмы работы. Я уверен, что регион это откликнулся. Вот Александр Николаевич Ткачёв, губернатор Краснодарского края, уже сейчас мне сказал, отдайте мне там один из объектов, я вложу деньги, достроим. И для наших детей из Краснодарского края самое простое, самое близкое. И, конечно, это нужно сделать, конечно, Александр Николаевич, мы вам отдадим это. Только нужно это делать в рамках генерального плана развития. И если вы что-то и делаете, строите, то это должно быть сделано на высоком, современном уровне. Чтобы не было полумер каких-то. Пожелаем успехов друг другу. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.